Хохломская роспись в тренде. Семеновская матрешка тоже надела защитную маску. Расписывать традиционные русские сувениры в соответствии со временем решила мастерица из Семенова Тамара Корьева. Раньше она работала на фабрике «Золотая хохлома», но сейчас вышла на пенсию и расписывать игрушки все равно не перестала. И вот у нее дома появилась первая партия противовирусных матрешек. Подробнее Александр Алешин. Матрешек Тамара Георгиевна рисует около 30 лет. Последние две недели взяла и нарисовала самую не традиционную матрешку. Матрешку в защитной маске. Самая актуальная матрешка нашего времени. Ну, чтобы люди не огорчались, не серчали, не боялись, что вот эта маска, это ж ничего страшного нет. Ну, хоть чуть-чуть себя ограждали вот от того, чтобы не завалить. А это вирусы нарисованы на платке? Да, это такие зелененькие, как вирусы. Вот знаете, что семенская матрешка, на нее накладывается такая черная шахматка в виде спиральки. Ну, вот я так и заменила эту спиральку вот такими вирусиками. Наверное, это немножко страшновато. Ну, красивый серафан-то у нее, тут только глаза. Главное, музыкальные. Можно и ребенку объяснить, даже с педагогической целью очень хорошо. Матрешка – символ семьи, символ добра у нас в России всю жизнь была. Ну, это актуально, понимаете, промыслы, они всегда существовали как? Что вижу, то рисую, да? Полетел человек в космос. Рисуем космонавта. Чемпионат мира был, что рисуем? Рисуем футболистов, рисуем мячи и прочая атрибутика. Сейчас вот такое время, когда вот пандемия, когда люди вынуждены сидеть дома и загораживаться вот этими масочками. Очень красиво. А то, что маска не отторгает? Нет. Только сейчас уже привыкли все, я только сегодня забыл вот в машине. Ну, а что делать, если сейчас такое время? Сейчас должны все, маски сейчас должны все, меры предосторожности иметь. И матрешки тоже? И матрешки тоже. Искусство художника, может быть, это и есть в том, чтобы это вписать так, чтобы это было гармонично. То есть это такая же куколка. Единственное, что у нее вот румянки вот эти красивые, которые присущим матрешкам нашим, семенским, вот они отсутствуют. Ну, время у нас такое, но пережить нам это надо. А вы сами и ваши близкие носят маски? Носят. Да, у меня дети живут в Нижнем Новгороде, они приобрели себе вот такие масочки, которые каждый день стирают, одевают. И, в принципе, никуда не выходят, только по самой необходимости. Чтобы не болели люди, чтобы все покупали и носили повязки. Вот идет реклама нашей матрешки. Увидишь такую матрешку в маске и задумываешься. О чем? Что надо носить маску. А почему вы без маски не задумывались? А я не болею. А, с маской? Я с маской. Маску рисовать сложно. Почему? Сложнее, имеется в виду сложнее, но потому что это вот какой-то такой вынужденный, ну, вынужденная, что ли, такая вещь. Ну, я бы вот не стала ее никогда рисовать. Румянки, это же красиво, и щечки, и губки, и улыбка на лице. А здесь все прикрыто, вся красота женщины, это вот, конечно же, в улыбке. Приходится прикрывать ее масочкой, что, в общем-то, как-то грустно. Мне кажется, что это грустная матрешка. Но придет время, и Россия, как эта вот неваляшка, она поднимется, она будет жить долго, счастливо. И все, что с нами приключилось, будет как просто исторический фактор. Кстати, Тамара Корьева рассказала, что первых своих матрешек в масках она подарит семеновским врачам, чтобы поддержать их в трудное время и хоть немного поднять настроение своим подарком. Субтитры создавал DimaTorzok